Не ошибиться в выборе будущей профессии. Минобразование запускает проект, который поможет старшеклассникам узнать, в какой сфере они могут достигнуть высот. А расскажет школьникам об этом компьютерная программа. Как она работает, далее в сюжете. Почти 80% украинских выпускников не знают, кем они хотят стать. И только один из 10 взрослых украинцев признает, что работает по призванию. В Минобразование хотят, чтобы к выбору профессии подходили ответственно, что, кроме прочего, позволит рационально использовать бюджетные деньги. Каждый ребенок имеет искру Божью. Неталантливых детей не бывает. У каждого ребенка свойственный только ему талант. И один может работать суперпрограммистом, а другой суперофициантом или суперводителем троллейбуса. И будет каждый день получать удовольствие и самореализовываться. Конечно, он будет профессионалом. И, конечно, он будет получать высокую зарплату. Чтобы определиться с будущей профессией было проще, эксперты Академии педагогических наук разработали компьютерную программу «Абитуриент». Она на основе сложной математической модели определяет, в какой сфере школьник будет наиболее успешен. Методология нашего подхода – это системный подход. То есть мы в данном случае осуществляем трехсторонние исследования личности. Первое – это исследование мотивационной структуры, интересы, склонности, ценности. Второе – исследование структуры задатков и способностей. И третье – исследование характерологических особенностей. В основе программы те же психологические тесты. Нужно, например, выбрать между профессиями кассира и астрофизика, решить ряд логических задач или рассказать, как поведешь себя в той или иной ситуации. На все уходит полтора часа. Результаты описаны на 15 страницах текста. Здесь и подходящие специальности, и советы по саморазвитию. Педагоги уверены – они помогут детям раскрыть таланты и даже смогут кардинально повлиять на выбор профессии. Хотя мы и изучаем углубленно математику, физику, информатику, химию, биологию, у нас есть и такое направление. Но если ребенок одаренный, то он одаренный, как правило, во всем. И у нас есть дети, которые прекрасно рисуют, танцуют, поют. И если их немного поддержать, теоретически обосновать, что они могут реализоваться, они прислушаются. Пока проект запускают в тестовом режиме в нескольких школах Киева. В случае успеха его распространят по всей Украине. Юлия Крючкова, Максим Кондратенко, UATV.